Святой Афанасий Великой. Первое праздничное послание. Чтобы радость не миновала нас, хотя время приходящее. Ибо знать благопотребное время первее всего необходимо при упражнении в добродетели. Как и блаженный Павел, наставляя ученика своего, знать надлежащее время получает его в всех словах. Настой, вовремя и не вовремя. Дабы он, зная то и другое, выполнял то, что приличествует своему времени, от неблаговременного же порицания удерживался. Так, равно и Бог всяческих, по образному изречению премудрого Соломона, все распределил по временам и срокам, дабы повсюду в благопотребное время распространилось спасение человеков. Точно так же и премудрость Божия, Господь и Спаситель наш Иисус Христос, сходя в души преподобных не безвременно, но благовременно, уготовляет их в друзей Божиих и пророков. Итак, когда весьма многие молились осем и говорили, кто даст от Сиона спасение Израилева, невеста, как написано в «Песне песней», молилась так. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, то есть, чтобы ты стал подобен человекам и восприял на себя вместо нас скорби человеческие. Посему и Господь всяческих, сотворивший времена и лета, лучше нас, ведущий, еже о нас, подобно доброму врачу, знающему время, когда радоваться о получивших исцеление благодаря собственному послушанию, Снова не безвременно, но благовременно не спосылает то, о чем говорит «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Также и блаженный Павел, давая нам наставление касательно этого времени, пишет следующее «Вот теперь время благоприятное, вот теперь время спасения». Благовременно же призывал Бог сынов Израилевых через Моисея к священным празднествам, говоря «Три раза в году празднуй меня». Из каковых празднеств, возлюбленные, одно есть то, которое ныне предстоит нам, к которому призывают и к которое праздновать побуждают нас священные трубы. Так святый псалмопевец заповедует это синими словами. Трубите в новомесяче трубою в определенное время, в день праздника нашего. Это слово дает нам двоякое повеление — вострубить трубою как в новомесяче, так и в дни торжественные. Оно же делает днем торжества и тот день, в который в середине месяца лунный свет достигает полноты. Тот день, который некогда имел прообразовательное значение, как и день трубы. А они, как я сказал ранее, призывали иногда к празднеству, иногда же к посту и к пране. Но не был незнаемым, и не к грядущему это имело отношение, но был понятным этот трубный звук, чтобы каждый приступал к объявленному им празднеству. И этому не от меня надлежит вам учиться, но из божественных писаний, когда Бог явил себя Моисею и говорил ему, как написано в книге чисел. И сказал Господь Моисею, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Превосходно для тех, которые теперь любят его, дабы можно было познать, что это учреждено было, пока был Моисей, пока существовала тень, так как употребление труб вообще было установлено только до времени исправления. Ибо, говорит он, когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, следовательно, таким образом можно было поступать только в их стране, но никак не вне ее. И затем трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом, и спасены будете от врагов ваших. Не во время браний только трубили они в трубы, но в законе была установлена и труба праздничная, слушая опять, что он говорит, присовокупляя, и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами. А как эта труба более всякого другого звука и всякого орудия может возбудить и исполнить страхом, то Израиль, который был тогда еще отроком, был приводим ею к познанию посредством прообраза. Но дабы это не было почитаемо вообще за нечто человеческое, а за некоторое превосходнейшее и сверхчеловеческое знамение, звук сей был подобен тому, которому они внимали при горе, чтобы памятовать о законе, данном им тогда, и соблюдать его. Но чуден был этот закон, даже будучи тенью, прекрасен, а если не так, то он не возбуждал бы страха и не способствовал бы благонравию тех, которые слышат его, и гораздо более это должно иметь значение по отношению к тем, которые некогда видели это. Но в то время это было прообразовательно и совершалось как бы в тени. А мы, изменяя свое понимание и впредь удаляясь от синовного, приступаем к истине и взираем на священные трубы нашего Спасителя, велегласно призывающие нас иногда на брань, как говорится у блаженного Павла. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесей. Иногда громко призывает он к целомудрию, преданности и единодушию в брачной жизни. Соизволяя девам то, что прилично девству, любящим воздержанную жизнь то, что прилично воздержанию, для состоящих же в браке, одобряя то, что свойственно брачному состоянию, распределяя каждому соответственные преимущества и почетные награды. В иное время призывает он к посту и к празднованию. Внимай опять ему же, возглашающему как бы трубным глазом. Пасха наша, Христос, заклан за нас, посему станем праздновать и не старую закваскую, не с закваскую порока и лукавства. А если кто хочет слышать превосходнейшую из всех труб, слушай нашего Спасителя говорящего. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Ибо не подобало Спасителю призывать нас просто к празднованию, но к превосходнейшему празднику призывает он нас, если только мы уготовили себя к тому, что должны услышать, и сделали себя способными к распознаванию звука трубного всякого рода. А как я прежде сказал, различные существуют знаменования, то выслушай пророка, возглашающего трубою, так сказать прообразно, и затем, обращаясь к истине, уготовляй себя к знамению трубному. Ибо тот говорит, вострубите трубою в Сионе, осветите пост. Попетительна эта труба, и всеусердно заповедует она, чтобы мы, когда постимся, светили пост пореченному. Не все из призывающих Бога светят имя Божие, но некоторые из таковых бесчестуют Его. Не Его, впрочем, да не будет, но свои собственные помышления касательно Его, ибо Он свят, и благоволение Его на святых. Посему блаженный Павел вменяет это в грех. Преступлением закона Бога бесчестишь. И так, в противоположность тем, которые оскверняют пост, говорит Он здесь, светите пост. А ведь многие, будучи ревностны по отношению к посту, оскверняют самих себя помышлениями сердец их, то совершая бесчестные деяния против своих братьев, то замышляя гибель их. Таким образом, Он говорит ничто другое, как то, что много есть превозносящихся над ближним и рассеивающих еще большее зло. Равно как и тому фарисею, хотя он постился двукратно в течение недели, не послужило на пользу похваления постом единственно потому, что он превозносился над мытарем. Точно так же и Логос, порицая сынов Израиля за таковой пост, хотел через пророка Исаию вразумить их говоря. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Как же мы можем показать пример такового поста? Как мы должны вести себя, как постимся, и каков должен быть самый пост? Опять внимай Богу, дающему Моисею повеление и говорящему, как написано в книге Левит. И сказал Господь Моисею, так же в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши, да приносите жертву Господу. Затем, для того, чтобы Иосем закон заключал постановление, он говорит далее, а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Смотрите, братья, сколь много может пост, и как поститься повелевает нам закон, ибо не плотью только требует он поститься, но и душою. А душа смиряется тогда, когда не допускает пленить себя через научение развращенности, но питается добродетелями, которые ей приличествуют. А добродетели и пороки составляют питание души. Будет ли она употреблять пищу того и другого рода, или обратиться туда, куда пожелает? То и другое доступно для нее, ибо если она склоняется к доброделанию, то питается посредством добродетелей, справедливости, воздержания, терпения, как говорит и Павел, который питался словом истины, а также и Господь наш, питаясь тем же, говорил, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». А если душа не этим питается, но склоняется долу, тогда она питается ничем иным, как грехом. И Дух Святый так именует дьявола, когда повествует о грешниках и пище их. Отдал его пищу людям эфиопским. Такова пища грешников. А как Господь и Спаситель наш Иисус Христос, будучи небесным хлебом, есть пища святых, согласно Слову Его, «Ядите тело мое и пейте кровь мою», то и дьявол есть пища нечистых и тех, кои не делают дел, принадлежащих свету, но совершают дела тьмы. Посему ради удаления и отвращения от пороков повелел он им питаться пищей добродетелей, каковы смиренно мудрее, перенесения, унижения и безнадменности, познания Бога. Ибо таковой пост не только доставляет душам мир, но, будучи святим, он сам уготовляет святых и возводит от земли. Быть может, покажется удивительным, что я хочу сейчас сказать, и должно быть причислено к величайшим чудесам, хотя оно и не уклоняется от истины, так что вы можете удостовериться в этом из святых писаний, именно о том, что когда постился в великой Моисей, он был в общении с Богом и получил закон. Когда постился в великих и святых Илья, он был удостоен божественного лицезрения и, наконец, был вознесен подобно тому, который вознесся на небеса. Также и Даниил, хотя он был еще юн, за то, что постился, был удостоен откровения тайны, и один только узнал сокровенное для царя и вместе с тем сделался причастником божественного лицезрения. Но не должно быть с недоверчивым вследствие того, что длительность поста и долгий срок его у них столь чудесный. Но наипаче подобает доверять этому, получаясь, что созерцания Бога и от Него исходящее слово достаточны для пропитания тех, кои внимают Ему, и служат им вместо всякой пищи. То же и у ангелов. Не иным образом питаются они, как через то, что непрестанно взирают на небе, на лице Отца и Спасителя. Потому же постился и Моисей, коль скоро он беседовал с Богом, именно телесно, а питаем был он божественным словом. А когда он сходил к народу, и Бог восходил от него, тогда тотчас же он ощущал голод, подобно людям. Ибо не доля сорока дней, в кои он беседовал с Богом, пребывал он в посте. Вообще же каждый из святых делался участником этой превосходнейшей пищи. Посему так же и мы, возлюбленные, если питаем нашу душу божественными брашнами, словом Божиим и по божественному изволению, а в отношении того, что отвне соблюдаем воздержание телесно, как подобает будем праздновать этот великой и спасительный праздник. От этой божественной снеди вкушали, правда, и несмысленные иудеи, взирая на нее, как на прообраз, в виде агнца в праздник Пасхи. Но, как они не уразумели прообразование, то вкушают и до сего дня именно того же агнца, заблуждаясь и находясь в удалении как от своего города, так и от истины. Ибо, сколь долго иудеи и город существовали, существовал и прообраз, агнец и тень. Ибо закон повелевал так. Не должно этому быть в ином городе, но в земле иудейской. Вне же я ни в каком другом месте. Здесь закон повелел им приносить жертвы всесожжения и заклания, ибо не было другого алтаря, кроме Иерусалимского. А так как в этом только городе и был алтарь, и там же создан был храм, то им и не было позволено приносить те жертвы ни в каком другом городе для того, чтобы, когда городу придет конец, тогда и то, что касалось тени, было упразднено. Смотри же теперь, по пришествии нашего Спасителя, город достиг своего конца, и вся иудейская страна опустошена. Так что относительно сего мы не имеем нужды ни в каком внешнем свидетельстве, но собственными очами можем удостовериться в том, что произошло. Соответственно, сему необходимо, чтобы и тень также была упразднена, и вам нет нужды об этом узнавать от меня, ибо это предварено уже священным глазом пророка, громко восклицающего. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. А что же обозначено тем, что он провозглашает, как не то, о чем он говорит им далее? Празднуй, иудеи, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Восшел тот, кто вдыхает в твое лицо, отхимляет от оскорблений. А кто же, можно сказать, иудеям, есть тот, кто вошел для того, чтобы похвала тени прекратилась? И не должно с равнодушием внимать сему. Восшел тот, кто вдыхает в лице твое, ибо ничто еще не было совершенным, прежде чем вошел вдыхающий в лице. Но все достигло совершенства тотчас же, как он вошел. Но кто же он? Как я и прежде спрашивал вас, иудеи. Быть может, это Моисей? Но это было бы ошибочно, ибо тогда народ еще не вошел в ту страну, в которой только и припоручено ему было исполнить божественные повеления. Или это Самуил, или другой кто из пророков. Но и это было бы превратно, ибо до того времени существовали еще в Иудее те установления, и Самый город еще стоял, из чего с необходимостью вытекает, что пока он стоял, и те были выполняемы. И так, возлюбленные, ни один из них не был тот, кто вошел. Теперь, если вы желаете слышать неложное слово и воздержаться от иудейских басней, то воззрите на Спасителя вашего, который вошел, вдыхая в лице, и изрек своим ученикам, «Примите Духа Святого». Ибо, как только это совершилось, все достигло завершения. Тогда жертвенник рассеялся, и завеса церковная раздралась. И так как город еще не был разрушен, сначала мерзость запустения была посреди храма, а затем как самый город, так и все обетовавшее должно было прийти к своему концу. А так как мы теперь уже приступили время сени, то ничего более не имеем в ней для исполнения, но должны скорее обратиться к Господу. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Как это мы слышим от священной трубы? Когда мы уже более не плотского Агнца заколаем, но истинного Агнца, закланного, Господа нашего Иисуса Христа, который, как овца, веден был на заклание и как Агнец, предстригущим его, безгласен. Мы соделываемся чистыми его честной укровью. Словом сказать, когда мы во всем обнаруживаем готовность и ни о чем не имеем огорчительной заботливости, ибо, как говорит блаженный Павел, Господь близко, и как Спаситель наш говорит, в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Посему станем праздновать не старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины, отложивши ветхого человека с делами его, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, в смиренно-мудрии и чистоте совести, поучаясь в законе день и ночь. И когда все мы отложим лицемерие и зложелательство, удалим от себя гордость и ложь, тогда возможен достичь любви к Богу и ближнему нашему, дабы, обновившись и восприявши новое вино Святого Духа, мы могли и месяц этих новых плодов отпраздновать торжественно, как подобает. Мы начинаем Святой Пост в пятый день Фармуфа. К нему затем присовокупляем шестеричное чело святых и великих дней, как отображение творения этого мира. Прекращаем пост и празднуем в мире День Святые Субботы, пока не взойдет и не воссияет для нас светлый день Воскресения. Отсюда мы исчисляем по порядку все семь недель. Празднуем День Святой Пентекостии, которая для иудеев некогда была в качестве прообраза праздником седмиц, когда они производили расчисления и отпущения долгов, и этот день был у них днем освобождения от всего приличающегося. Мы же празднуем Великый День Воскресения, как преднаменование будущего века, на который здесь мы получаем залог для того, чтобы восприять будущую вечную жизнь. А когда уже совсем переселимся отсюда, будем праздновать с самим Христом превосходнейший праздник, по примеру святых, восклицая и изрекая следующие слова. Я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и словословия празднующего сонма. Так что удалятся болезнь и печаль и воздыхание, и обрящется радость и ликование над главою нашою. О, если бы могли мы достичь, как они, и того, чтобы оказаться в числе избранных! Если теперь мы помним о бедных, никогда не забываем о странноприимстве, а наипаче, если любим Бога от всей души, всею крепостью и силою, а ближнего нашего, как самих себя, то мы восприимем тогда, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, единородным сыном его, господином и спасителем нашим Иисусом Христом, через которого Отцу Единому во Святом Духе честь и держава, да будет во веки веков! Аминь! Святой Афанасий Великой Святой Афанасий Великой